Денис, приветствую тебя! Привет всем! Вот для небольшой паузы, буквально в пару недель мы снова с тобой в эфире и, соответственно, продолжаем делиться взглядом, нашим мнением на фундаментальную техническую составляющую, вообще на происходящее на финансовых рынках. Сейчас рынки, друзья, вы все прекрасно видите, очень интересная волатильность по большинству финансовых инструментов значительная. По ряду активов мы можем увидеть максимумы не какого-то локального характера за несколько лет, а максимумы и минимумы, в зависимости от того, как посмотреть за десятки лет. Например, та же самая европейская валюта, которая сейчас, если чуть-чуть закрыть глаза, опять же, на то, что мы снова вернулись в район паритета, можно говорить о том, что, в принципе, это минимумы с 2002 года. Индекс доллара на максимум больше, чем за 20 лет. Британская валюта тоже многолетний, минимумы там вообще пропасть, не знаю, докуда она может провалиться, хотя многие, кстати, Морган Стэнли, многие эксперты, Морган Стэнли и UBS ждут тоже паритеты по фунту, учитывая то, как складывается сейчас экономическая составляющая, там конъюнтура, какие серьезные проблемы с инфляцией в Англии. И, в принципе, все прекрасно понимают, что, скорее всего, после наступления активной фазы, скажем так, осенне-зимнего сезона, ситуация может ухудшиться. Собственно, когда мы с тобой в прошлый раз проводили эфир, мы разбирали ситуацию с евро, с индексом доллара и подсвечивали, что при всем многообразии каких-то фундаментальных водных, все равно потенциал оставался для снижения евро и для роста индекса американской валюты. И сейчас, опять же, хочется верить, что кто-то, а точнее многие прислушались к нашим с тобой рекомендациям, потому что эти рекомендации действительно принесли очень хороший профит в забеге, скажем, на такую более-менее среднесрочную дистанцию. Я предлагаю сегодня снова обсудить ситуацию с евро, если не против. Можно коснуться золота, только потому, что, опять же, очень сильный инструмент валится и фактически обновляет тоже локальные минимумы. И я думаю, что потенциал для еще большего обвала у этого инструмента есть на фоне укрепления поциоамериканского доллара. И можно еще затронуть тему нефти, если у тебя есть, опять же, какие-то водные, может быть, уровни интересные, тоже было бы неплохо подсветить, а я, с точки зрения фундамента, попробую донести свою позицию, как и что можно делать с этим активом дальше. Давай начнем тогда с ситуации европейской валюты открыто. Текущие котировки 1.0018. Если посмотреть в целом на то, что происходит с рисковыми инструментами, то по большинству активов, по подавляющему большинству, мы видим сейчас распродажи. То есть фунт за вчерашнюю такую сессию серьезно просел, австралийский доллар просел, новозеландский доллар просел. Пока что особняком держится европейская валюта, хотя вот прямо на графике сейчас видно этот часовой таймфрейм, каскадом идут локальные попытки выкупа, и тут же они обламываются такими же мощными распродажами. Собственно, сейчас евро поддерживает комментарий представителей Европейского центрального банка, что Европейскому центральному банку следует последовать за Федрезервом и должен начать активно повышать процентные ставки. Все вот теперь ждут следующую неделю, 8 сентября, когда состоит заседание ЕЦБ и ставку повысить на 75 байсных пунктов. Я сегодня на своем брифинге рассказывал, что такой однозначный вывод делать не стоит. То есть, если бы ЕЦБ и ФРС шли вровень в плане той монетарной политики, которую они проводят, то да, может быть, это можно было бы использовать как фактор поддержки для европейской валюты. Но даже если ЕЦБ повысит ставку на вот эти заявленные 50-75 байсных пунктов, все равно денежный кредитный курс Европейского центрального банка будет очень сильно уступать тому жесткому настрою, которого придерживается американский регулятор. И в лучшем случае ставку Европейского центрального банка к концу этого года удастся поднять до 1,75%, в то время как, я думаю, никто не будет спорить с тем, что ФРС намерен увеличить ключевую процентную ставку до 4%, это как минимум. Потому что сейчас, опять же, мы тоже ждем сентябрьское заседание, там тоже повысит ставку на 75 байсных пунктов, потом будет еще ноябрьское заседание с повышением на 50 байсных пунктов. И еще в декабре на 25 байсных пунктов. И еще, пожалуй, более значимый фактор негатива для евро, который в любой момент, просто я даже не удивлюсь, если евро, знаешь, через час провалится на 150 пунктов. Этот настрой вот с моей стороны условлен тем, что Европа переживает просто небывалый энергетический кризис, я думаю, что спорить с этим тоже не стоит. Особенно в свете того, что с вчерашнего дня приостановлена работа северного потока, мы, конечно же, можем предположить, что это действительно ремонтные работы, которые действительно продлятся три дня, как заявлял «Коспром». Но согласитесь, не лишним допускать также и сценарий, что работа северного потока не будет возобновлена после завтра. И, соответственно, это усилит проблему энергетической безопасности стран Европейского Союза. Учитывая, что очень многое зависит от газовой конъюнктуры ценовой для Европы. А цены на газ, как мы прекрасно знаем, сейчас обновляют исторический максимум. Если работа северного потока не будет возобновлена и поставки газа не вернутся к прежним объемам, то стоимость газа, как отмечали эксперты Сити, может превысить 4000 долларов за 1000 кубических метров. Конечно же, на этом фоне инфляция в еврозоне до технических и космических уровней. Я сторонник такого сценария считаю, что, скорее всего, дальше в Европе обстановка будет экономически хуже, чем сейчас, поэтому не вижу причин для того, чтобы евро покупать. Рекомендую, где тут в диапазоне 1,01, а 50, 1,01, точнее 1,00, 50, 1,01, то есть диапазон 50 пунктов, рассматривать шорт в расчете на снижение там в районе 0,98-0,97, а эксперты UBS считают, что евро-доллар уйдет до конца года по уровню 0,95. Ну, то есть, друзья, выбирайте, кому какая цель нравится больше. Золото 1706 долларов за тройскую унцию. Конечно же, золото сейчас вообще нереально просто противостоит укрепляющимся индексу доллара. Американская валюта индекса доллара сейчас в районе 109 пунктов. И понятно, что вместе с ростом курса доллара идет повышение доходности американских облигаций. У золота вообще нет ни единого шанса сейчас за что-либо доцепиться. Ну, можно было бы предположить, что золото должно пользоваться спросом, учитывая, как стремительно в мире растет инфляция. Ну, давайте будем реалистами. Ну, никак не хочет сейчас этот фонд выступать фактором поддержки для рынка драгоценных металлов. Я думаю, что в ближайшее время ситуация не изменится. Сегодня я снова обращаю внимание на индекс личных настроений компании Markets, который сейчас указывает на то, что, навлю данные, 85-80% трейдеров сейчас золото покупают. То есть это подавляющая часть, это прям тотальное большинство. И только лишь 20% шортит. Можно даже проверить, будут эти данные во время нашего следующего эфира. Я думаю, что рынок пойдет против толпы. И здесь прям просится пробой уровня 1700 долларов за тройку фонусы и движения ниже. Поэтому я рекомендую шортить с текущих значений с целями 1650, почему бы и нет. И что касается рынка нефти, здесь, честно говоря, мы видим то, что у Гента, в частности, ты обычно говоришь про WCI, я на бренд, но в целом мы охватываем всю нефтянку. Волатинность на рынке нефти остается значительный. Фактически по 10% нефть входит каждую неделю вверх-вниз. И я думаю, что более-менее ситуация разрешится на следующей неделе, когда состоится заседание ОПЕК 5 сентября. И по итогам того, какое решение будет принято, сократят либо увеличат объем нефтедобычи, будет уже понятно, что делать с нефтью. Покупать либо продавать. Я сторонник того, что нефть все-таки вырастет, поэтому рекомендую дождаться опять же следующей недели в заседании ОПЕК и присматриваться опять же к покупкам. Если до заседания ОПЕК мы увидим то, что бренд провалится в район 93-92 долларов за баррель, это прямо такой значимый уровень поддержки, тогда рекомендую прямо брать, открывать длинные позиции с этих уровней с целями 105-110 долларов за баррель. Но я думаю, что детально уровни и ориентиры поговорим на следующих эфирах. Денис, слово тебе. Так, хорошо, сейчас. Отлично, мой экранчик должен быть виден уже. Видно. Значит, я в целом согласен на самом деле по поводу тех инструментов, о которых сегодня говорил, то есть про евро, про нефть, про золото. И да, я поддерживаю на самом деле такую идею, что по евро движение вниз, оно еще не завершено. То есть у нас будет продолжаться дальнейшее снижение, причем... Сейчас, секунду, у меня что-то... экран слетел. Видно меня нормально? Нет, пока... А, теперь видно. Все, нормально, видно. Да. О. Значит, по евро движение, я считаю, что вниз оно не закончено, то есть у нас оно будет еще продлено. Там, возможно, прямо с текущих могут пойти, кстати говоря, в разнос. То есть, если так в целом посмотреть, то зоны здесь сделаны классные. То есть... Сейчас, одну секунду. Сейчас перезагрузить надо, потому что у меня разрешение почему-то слетело. Сейчас. Вовремя ком пришел... Очень вовремя ком пришел обновиться. Закон подлости. Да, ну да. О, значит, сейчас еще раз показ рабочего стола сделаем. Давай. Хорошо, значит, что касательно евро. У нас ситуация по евро действительно шортовая. Я полностью на все 100% это поддерживаю. То есть, снижение... Или же с текущих пойдет. Только единственное, пускай хоть немножко просядет, там, в район, там, 99-90 в идеале. И тогда уже с коррекцией, вот, примерно, как ты озвучил, 1,0050, возможно, там даже 1,0040, потому что на часовом графике здесь вот формируется небольшая такая вот зонка продавцов. И она будет, ну, классно давить на цену, но для этого нужно перекрытие сегмента. То есть, чтобы вот сюда хотя бы цена перекрылась. И тогда с коррекцией подбираем и спокойно себе продаем. У меня изначально было вот такие вот две зоны для продаж. Эти обе зоны, они очень сильные. Особенно верхние. Потому что к верхней зоне попадает сюда еще и депок всего контракта. И плюс крупные профильные объемы. То есть, если в целом расчертить здесь профиль, то есть, мы четко увидим, что вверху прям такое огромное сосредоточение объема. И плюс дополнительная еще зона продавцов. То есть, все вместе это дает нам понимание того, что вот эта структура у нас верхняя реакционная. И здесь, кстати, очень правильный сказал момент, что все откупы, которые проходят у нас вверх, они быстро распродаются. То есть, каждый откуп находит своего продавца. И величина пробоев получается слабая. То есть, там 20, 30, 40 пунктов. А коррекция от них, то есть, снова возвраты. Там 150-170. То есть, это уже показатель того, что покупатель на рынке достаточно слаб. И у него не хватает сил для того, чтобы сделать какое-то импульсное движение. И это очень важно. Поэтому я здесь исключительно только за шортовую тенденцию. Цель 0.9750, 0.9830. Почему именно здесь? Потому что сюда попадает у нас очень сильное опционное накопление. Но это текущего контракта, который будет проэкспирирован уже в следующую пятницу 9 сентября. Поэтому сюда, я думаю, что с огромной вероятностью цена таки сходит. Что касается золота. По золоту я полностью тоже поддерживаю твою идею. И мало того, здесь по золоту получилось, кстати, очень неплохо трижды прокатиться. Трижды все были на продаже. У меня еще остались предыдущие зоны, которые использовались у нас. С ребятами в закрытом канале их отрабатывали. И сейчас еще там буквально кусочек, 50% от предыдущих продаж еще в рынке остались. То есть, те, которые в прошлой неделе 1760. А почему? Дело в том, что если смотреть на долгосрок по золоту, то я, например, слоняюсь к тому, что у нас движение будет выше 2000. Но это долгосрок с перспективами начала этого движения, пожалуй, где-то к концу года. Потому что, опять-таки, ты уже говорил про энергокризис. И, естественно, сейчас будут крупные инвесторы. Им незачем рисковать лишний раз. Тем более, с учетом того, что фондовые рынки заново начинают проседать. И эта просадка еще пока не закончена. Поэтому, следовательно, и золото у нас тоже подтянется вниз. Потому что золото, в принципе, очень неплохо коррелирует, кстати говоря, с фондовыми индексами. За исключением разве что марта месяца. В остальном, в принципе, неплохо получается. И сейчас вот самые ближайшие цели. Здесь у нас четко получается, даже если по маржиналке раскинуть, в районе 1680. То есть, очень классные диапазоны. И именно туда и ожидаются у нас ближайшие движения. Если смотреть по опционам, то в текущем контракте с экспирацией 27 сентября, и плюс еще и блочные залитые путы, у нас как раз уровень в районе 1650 получается. Поэтому я думаю, что вот этот минимум цена с достаточно большой вероятностью все-таки попытается пробить. А потом уже внутренний там какой-то локальный отскок нам здесь действительно смогут сделать. Поэтому условно примерно вот в таком виде его вижу. Но серьезного разворота пока еще сложно об этом говорить, потому что будем просматривать вот здесь внизу, когда будет цена. Но на ближайшее время, как минимум неделю это уж точно, то движение 1680 может быть и ниже. Поэтому продажи здесь сопровождаю. И если будут какие-то более-менее значимые коррекции, то от них еще новые продажи буду открывать. Что касается нефти, здесь вот у меня вчера как раз была такая немножко, точнее позавчера, немножко неудачная идея. Думал от контрактного Депока отсюда купить, плюс зону покупателей. В принципе, неплохо все выглядело на то, чтобы отскочить вверх. Но с небольшим буквально стопом вынесло. И дальше уже здесь немножко стремновато покупать. Хотя на 89 вчера еще тоже пробовал, но закрыл вот походу вот этой черной свечки на 90, потому что у меня гигантские сомнения в плане роста. Почему сомнения? Потому что если вот опять-таки в целом рассмотреть здесь ситуацию, то внизу есть просто обалденнейшая зона для покупок. Это вот 7930, 8350. Очень классный, сильный диапазон, который у нас также совпадает с нижней границей канала. То есть общий, если крупный взять канал, у нас четко попадает нижняя граница вот в эту часть. То есть для коррекции это будет очень красиво выглядеть. При этом по опционам в текущем контракте с экспирацией через две недели, то есть 15 сентября будет экспирация, здесь вот прям уровни магнита находятся четко в этом диапазоне. Ну плюс еще как дополнение, это двойная маржиналка сюда попадает. Поэтому я считаю, что если цена попытается упасть до 80 долларов, то это тот самый уровень, от которого можно купить буквально с закрытыми глазами. И цель как минимум здесь будет в районе уровня 100. Это самое ближайшее. Я просматривал еще вчера по опционам, что ожидают крупные рыночные участники, институционалы до конца года. Там постоянно цифра 120 появляется. С учетом того, что в Игре Престолов зима близко, поэтому соответственно будет нарастать энергетическая проблема, топливная проблема в том числе. И я не вижу на чем фундаментально может падать нефть. То есть в моменте, да, понятно, что сейчас спекуляции с Ираном, это я все понимаю, но стратегически, то есть нефти сейчас падать особо не на чем. Особенно в преддверии вот сегодня уже 1 сентября. Вот, но это еще пока такое. Я думаю, что первые отголоски начнутся ближе к середине октября, как раз когда начнется в некоторых странах уже отопительный сезон. И потом зимой все это дело усугубится. В общем, я за лонговый сценарий по нефти. Единственное, только что лучше дождаться все-таки вот этой зоны внизу. Потому что с текущей, да, есть уровень, есть маржиналка здесь, но те объемы, которые вчера вливались, они и на покупку, и на продажу. И сейчас нам не за что зацепиться. Основной пока что более крупные объемы, они находятся вверху, то есть будут продавливать, будут давить на цену. Поэтому лучше дождаться, мне кажется, вот этого вот добоя, а потом уже будем работать. Денис, спасибо тебе за твои рекомендации, за точку зрения. Ну что, в принципе, синергия, как и всегда. По рынку нефти, как я уже отметил, смотря на бренд, я тоже думаю, что очень хорошая точка, она вот поглубже находится, чтобы пойти в рынок. Поэтому остается следить, друзья. Рынки остаются серьезными в плане волатильности. Сегодня отчет АСМ, важный релиз для американской экономики, вечером выйдет. Ну, можно дополнительно раскачать волатильность. Ну и, конечно же, не забывайте, друзья, что завтра нон-фармфернс, который точно спровоцирует мощные движения, потому что сейчас каждый отчет по штатам влияет на вероятность повышения ставки в сентябре на 75 байсных фондов, и влияет на динамику доллара, а доллар уже влияет на все прочее. Поэтому обсудим, Денис, тогда подведем итоги. Через неделю того, как и что будет с рынком нефти, с золотом и с рисковыми инструментами. Еще раз большое тебе спасибо за время. Тебе хорошего закрытия недели, тоже хорошей торговли по пакту грядущих нон-фармов и хороших выходных. Спасибо. Спасибо тебе, подписчикам, тоже замечательное закрытие недели. Ну и, конечно же, всех с днем знаний. Точно. Спасибо. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok